привет друзья сегодня мы начинаем серию роликов посвященных стилю фанк и фанковой гитаре скажу несколько слов насчет фанка этот стиль получил активное развитие в шестидесятых годах самым ярким представителем наверное является джеймс браун я приложу после ролика список самых таких влиятельных альбомов и исполнителей не будем на этом долго зацикливаться он получил активное развитие современной музыки из современных ребят кори вонг вы наверняка вулф пэк вот эти все проекты принц тоже активно использовал этот стиль и его элементы там слышны это такая черная музыка где минимальная нагрузка на мелодию максимальная нагрузка на грув на фанк на энергетику то есть очень активные барабаны пульсация 16 минутами насыщенная синкопами такие вокальные выкрики повторяющиеся рифы и все нацелено на такой на драйв на на грув заставить вас танцевать и пританцовывать элементы этого стиля можно увидеть и во многих других стилях современных можно даже провести некую параллель между стилем диско есть такой стиль как диско фанк упрощенный немножко вариант фанк однако там влияние как бы прослеживается очень четко скажу несколько слов насчет звука для фанка вам понадобится такой более легкий высокочастотный такой прозрачный звук которые могут дать вам синглы предпочтительнее играть фанк на гитарах с синглами это может быть телекастер стратокастер либо подобные гитары да очень клёво работает вариант с двумя синглами включенными параллельно то есть на телеке это второе положение на страте это второе четвертое положение такой дает прозрачный стеклянный звук который как раз клёво вписывается в эти все фанковые фигуры либо же бриджевый датчик то есть нам нужен такой высокочастотный немножко колкий прозрачный остренький звук без низа без особой массы на такой сухой звук не нужно использовать delay или какие-то там booster и да как правило иногда используют компрессор компрессию до чтобы выровнять вашу атаку когда вы играете фанк в целом это чистый звук может быть слегка компрессированный немножко реверберации для создания какого-то объема но не более того а давайте рассмотрим основные элементы исполнения фанка на гитаре пульсация фанковой музыки происходит 16 минутами которые часто синкопируются и акцентируются да поэтому очень важную роль играет правая рука вам придется потренироваться в работе с правой рукой чтобы она звучала как часы ровно и стабильно одинаково да по динамике для этого вам понадобится метроном и я сейчас покажу как на что обращать внимание в правой руке она должна быть максимально расслабленной вот такой вот да и движение основное проделывает кисть то есть не предплечье а именно не пальцы а именно кисть очень расслабленная хлесткая вот такая кисть амплитуда ваших движений не должна быть слишком широкой по всем струнам как правило это вот первая вторая третья четвертая струна вот верхние струны до более тонкие расслабленная кисть переменный штрих вот такая амплитуда я сейчас включу метроном в темпе 60 и покажу как вам нужно работать над правой рукой для того чтобы у вас выработался такой фанковый движок я стараюсь акцентировать ноты которые приходятся на сильную долю с метрономом остальные ноты играть чуть легче это должно быть максимально стабильно когда у вас получается в таком темпе вы можете увеличить темп левая рука основная нагрузка это очень много глушение да вы играете двух трех нотные какие-то лики фразы дабл стопы да все остальное вам нужно глушить левой рукой мы рассмотрим несколько таких характерных рифов фанковых которых я постарался составить из такого концентрата фанковых идей это слайдовые аккордовые формы такие сыграны приемом слайд дабл стопы это мьют приглушенные одноголосные линии это какие-то бэнды какие-то рейки сочетание всех этих элементов дает правильное фанковое звучание давайте рассмотрим начало этого рифа вторую его часть мы рассмотрим более подробно в следующем ролике итак наш риф начинается с такого аккордового слайда до аккордовая форма доминант септаккорда для лифт в тональности ля нам не нужно вся эта аккордовая форма мы не будем использовать четвертую струну мы берем только верхнюю часть аккорда и подъезжаем к ней на полтона ниже и скользим всеми пальцами таким образом то есть у меня мизинец стоит на восьмом ладу второй палец на седьмом ладу второй струны и третий палец на восьмом ладу третьей страны и эту конструкцию я сдвигаю на полтона далее идет такая синкопа тоже дабл стоп то есть это две ноты звучащие одновременно которые я играю малым баре указательным пальцем это первая и вторая струны на пятом ладу обратите внимание очень важный элемент вот когда мы тренировали играть когда вот этот моторчик вот я сейчас показываю мелодические мелодические фразы но когда мы играем уже все целиком моя правая рука продолжает постоянно работать как мотор независимо даже от того что некоторые эти движения происходят просто по воздуху когда я не касаюсь струн просто для того чтобы держать такой пульс помогать себе типа например то есть вы слышите постоянный вот этот час он может быть громче может быть тише иногда он выполняет функцию музыкальную то есть дополняет эти все этими фальш ударами сам грув иногда очень лайтово может звучать больше просто выступая в роли такой опоры для для вас ритмической опоры да и так наш риф я играю слайд потом вниз фальш удар просто по приглушенным струнам и возвращаясь вверх я цепляю интервал вот этот миля дальше опять звучит таких два фальш удара помогающих мне удержаться и я играю такой интересный слайд то есть у меня продолжает звучать вот это баре на пятом ладу и я мизинцем делают слайд с 7 лада на 8 здесь стараюсь зацепить две струны то есть мне нужно звучание секундовое вот такое далее продолжая звучать обратите внимание первая струна да вот такая мелодия дополненная первой струной вот такая штука сейчас я сыграю этот фрагмент под метроном в темпе 60 в котором вам нужно его тренировать вначале вы можете играть его без метронома просто чтобы понять всю механику да как это физиологически там работает но обязательно это нужно выровнять фанк это про грув про время про пульс если это не качает это не фанк а и В следующем уроке мы разберем вторую часть рифа. Субтитры создавал DimaTorzok